МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Десногорске прошел вокальный конкурс. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки отказаться от неоправданного риска и не выходить на лед, толщина которого предельно опасна. На особом контроле 19 традиционных мест массового выхода рыбаков. На ближайших к нам в Рословском районе, на водохранилище Смоленской АЭС в районе поселков Богданово и Холмец толщина льда составляет от 16 до 20 сантиметров. Указом президента Российской Федерации начальнику ОФСКН по Смоленской области Сергею Бабенко присвоено звание генерал-майор полиции. Сергей Витальевич – уроженец Тульской области. Службу в правоохранительных органах начал в родном РОВД. Работал в прокуратуре налоговой полиции в органах наркоконтроля. С февраля 2015 года начальник Смоленского управления наркоконтроля. День защитника Отечества для смолян всегда по-особенному знаменателен. 23 февраля на Кургане Славы десногорцы отдали дань памяти героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Наша Смоленщина – земля чести и мужества, где всегда почитались люди ратного труда. 23 февраля отдают дань уважения и признательности военным и ветеранам. В нашем городе есть замечательная традиция в День защитника Отечества возлагать цветы в память о павших на полях сражений. Рано утром на мемориальный комплекс Курган Славы пришли молодежь, представители предприятий и учреждений города, органов местного самоуправления и общественных организаций Десногорска. Более 18 тонн томатов, 15 тонн яблок, более 3 тонн салата и более тонны руколы перевозились в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов Иордании, а на 4 тонны яблок вообще не было документов. К тому же на продукции была маркировка польского производителя. Как сообщает пресс-служба Росфельхознадзора, в связи с выявленными нарушениями, 41 тонну овощей и фруктов уничтожили на полигоне ТБО в Рудне. Московский государственный университет путей сообщения, филиал которого есть и в Смоленске, вернул себе историческое название. Теперь он называется Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II. Смена названия приурочена к 120-летнему юбилею учебного заведения, который отмечается именно в этом году. Николай II основал вуз и до революции он носил его имя. В канун празднования Дня защитника Отечества в городском центре досуга состоялась концертная программа «Служба Отечеству. Великая честь». Поздравить всех тех, для кого защита Родины – не только священный долг, но и жизненное призвание – пришли многие десногорцы. Подробности в нашем сюжете. В зале в этот вечер собралось много горожан и гостей города. С Днем защитника Отечества поздравил всех глава администрации Вячеслав Сидунков. Поздравляю всех служащих, поздравляю всех отслуживших и поздравляю всех тех, кому предстоит еще служба на благо, на защиту нашей Родины с нашим самым замечательным праздником. Этот праздник для Смоленской обильно полит и кровью земли особенный. Особый он и для десногорцев, так как у нас в городе немало настоящих мужественных людей – ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов. В этот вечер для мужчин города на сцене центра досуга выступили незабываемая Галина Ренева и ее воспитанники, творческие танцевальные коллективы городского центра досуга, Елена Ткачева и ансамбль казачьей песни «Вольная станица». В Смоленской области определили победителей Калины Красной. Конкурс состоялся в 13-й раз в Вадинской колонии номер 2. Первое место у ансамбля «Выбор» колонии строгого режима номер 6 «Изрославля». Второе место получил творческий коллектив из колонии-поселения номер 5 «Десногорска». А третье место у хозяев – конкурсантов из исправительной колонии номер 2. О криминальной ситуации в Десногорске за минувшую неделю и выходные дни нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть МВД поступило 189 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 7 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 145 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения – 118. Задержаны водители за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – двое. За распитие спиртных напитков, а также появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены два человека. Субтитры создавал DimaTorzok Смоляне смогут приобрести репродукции знаменитых полотен. В областном музее-заповеднике для посетителей художественной галереи стартует новый проект. Ценителям предлагают купить репродукции произведений выдающихся русских, советских и западноевропейских художников XV-XX веков. В минувшие выходные Десногорск принимал участников межрайонного этапа областного конкурса исполнителей эстрадной песни «Голоса XXI века». Конкурс стартовал в Вязьме, где соревновались 18 солистов от 7 до 18 лет и 5 ансамблей. Подробности в нашем сюжете. А в Десногорске на сцене городского центра «Досуга» выступили 38 солистов в трех возрастных категориях и 4 ансамбля. Свои вокальные данные показали ребята из Дорогобужского, Рославльского, Ершичского районов и города Десногорск. Выступление юных исполнителей оценивало компетентное жюри под председательством заслуженного работника культуры Российской Федерации, старшего преподавателя эстрадно-джазового отделения Смоленского государственного института искусств Галины Ловчиновской. Это идет расширение нашего творчества по всей Смоленской области. Это значительно. И я считаю, что такие конкурсы, они обязательно нужны. Выступали замечательно. Хороший был звук, звукоператор. Хорошая организация этого конкурса. Нам понравилось. После того, как конкурс пройдет по всей Смоленщине, будут определены победители. Они выступят на галоконцерте, который состоится 11 марта в культурно-досуговом центре «Губернский». А сейчас новости спорта. На прошлой неделе в Туле завершился чемпионат Центрального федерального округа России по карате. Смоленские спортсмены привезли домой одну серебряную и три бронзовых медали. Также в рамках чемпионата в Туле проходил турнир по карате среди юниоров. В результате у юных смолян одно золото, одно серебро и две бронзы. Поздравляем земляков! Всероссийские соревнования «Лыжня России» прошли 21 февраля в Красном Бару. В гонке приняли участие более 4 тысяч смолян. В воскресенье на лыжи встали профессионалы и любители спортивной семьи, трудовые коллективы. На дистанции 5 километров свободным ходом все призовые места заняли сотрудники полиции. И мы с особой гордостью поздравляем десногорского кинолога Андрея Мазепкина с серебряной медалью. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...